Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев Дмитрий Нагиев нахуй, и приезжай, типа, блядь. И мне это очень нравится, я это очень-очень люблю, по правде. У неё дойки были ещё такие здоровые, блядь, охуенные. Ну, то есть и сама она такая симпотная, знаете, немножечко похожа на узкоглазенькую такую, чуть-чуть как, блядь, китаянка, может, я не знаю, ну, знаете, такие разрез глаз такой узкий, не от пьянки глаза опухшие, а вот именно, просто, и я, блядь, с удовольствием, с удовольствием, прям в этот же вечер, нахуй, подрываюсь, нахуй, ебашу, блядь, к ней, нахуй. Я приезжаю, блядь, и она меня встречает в халате, и я вижу, блядь, под халатами одеты, блядь, чулки. Всё, у меня уже, блядь, вот так, нахуй, уже, пиздец. Ну, зачастую просто, я не знаю, что на это ответить просто, да? Она ёбнула, немножечко подрастаяла, блядь, я прям вот этот халатик вот так вот подраздвинул, нахуй, там лифак, вот такая хуйня, и я так сиськи мацаю туда-сюда, туда-сюда, и она вроде со мной, это, поцелуйчики, хуйчики, ниже, 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 и к червяку, нахуй, губами, блядь, припала, нахуй. И давай его мусолить, блядь. Я могу, мне это очень приятно, и я очень горжусь, можно сказать, этим. Хата была однокомнатная, и я почему-то, блядь, рассчитывал, что дома-то она одна, нахуй. Ну, это был вечер уже. И мы лежим на кровати, она, помню, сверху сегакает, блядь, на мне, блядь, кровать, еще так, блядь, изрядно поскрипывает, ну, такая она старая, блядь. Я слышу, кто-то, блядь, что-то кряхтит еще, блядь, вот, на соседней там койке, блядь. Ну, а зачем лежать на диване и ничего не делать? Ведь можно столько всего сделать в жизни и прожить свою жизнь. Действительно, как говорят, да, у нас всего одна жизнь, но, если вы ее проведете так, как хотите, одной жизни достаточно. А там ребенок ее, ебать, ее в рот, блядь. Ребенок, я нахуй, хуяц, ебу и так в пизде у нее, хуй мой, блядь, и опять обмяк, нахуй. Это просто настолько сильное высказывание, которое, может быть, креном жизни для кого-то. Тем более в комнате не темнота была, а светильник, блядь, горел. То есть ребенок в любой момент повернется, хуяк сама Маша, блядь, полупьяная на хую, блядь, скачет. Вот это пиздец. Если вам ничего не хочется в этой жизни, подумайте вообще, зачем вы живете? Я не говорю, что нужно идти помирать. В общем, с горем пополам все в порядке прошло. Два раза, нахуй, за ночь я ее охуевертил, блядь. Охуевертил и все. В принципе, ничего такого в этом нет. Она думала, что если она раздвинула свою рухатулину, то все, пиздец, с ней уже будут жить, там встречаться, там, я не знаю, блядь, одаривать цветами. Это меня, конечно, очень напугало, нахуй. И я попал к ней второй раз. Второй раз, и это был последний, блядь, раз. Блядь, ребенка уже не было. На этот момент, куда она его всунула, я хуй ее знает. Мы, короче, ебнулись, нахуй, и пошли, блядь, пошли в туалет. Туалет с ванной совмещенный, блядь, и мы пошли, нахуй, туда курить, блядь. Все мы рано или поздно умрем, как бы. Мы не знаем, когда это произойдет. Возможно, стоит успеть, попробовать успеть, сделать все, что хотите в своей жизни. И я пробую, и я стараюсь успеть все, что захочу сделать. Берет меня за руку, подводит такой к ванне, хуяк достает, блядь, и вымыла, короче, своими руками, нехуй. Я, блядь, сука, пока она мыла, у меня писюлек-то опять, блядь, привстал. И я, блядь, тыра-пыра, 8 забегал. Говорит, нахуй, делай, говорит, со мной, вот, ну, что бы тебе, говорит, хотелось. И на тот момент я подумал, блядь, в жопу ее, что ли, выебать, нахуй. Ну, думаю, ну, а что еще в рот давал, блядь, так, выебаю ее, нахуй, во всех позах. Думаю, ну, в жопу, наверное, блядь, засандохать, блядь, блядь, в секунду, нахуй, в секунду, смотрю, уже без трусов, нахуй, и стоит, блядь, раком, нахуй. Поверьте, боль бывает приятная, то есть, я не знаю, у меня существует такое мнение, просто, как бы, это мое личное, что всего, чего вы хотите добиться в жизни, оно пройдет через боль, по-любому. Я потом пытался ей еще, как бы, звонить, она начинала отмазываться. Я не особо-то расстроился, потому что у нас были номера телефонов, блядь, ее подруг, там, вот этих всех, блядь, и мы еще неоднократно ездили в тот район и ебали этих, блядь, телок. Обуреваемые любовью или ненавистью, завистью, восторгом, люди не ведают иногда, что творят, но прежде чем сделать шаг вперед, остановитесь. Посмотрите, быть может, наши окна, может, минутная пауза на раздумья охладит пыл, горячие головы, дамы и господа, это была программа «Окна». Меня зовут Дмитрий Нагиев. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока.